Здравствуйте дорогие друзья, сегодня я представляю вам потрясающий автомобиль это Mercedes-Benz GLE 350D Firmatic Coupé 2016 года выпуска выражаю благодарность автослону Mercedes-Benz Орловка за предоставление данного автомобиля на съемку стоимость данного автомобиля составляет 5 миллионов 804 тысячи 799 рублей в этом обзоре мы детально рассмотрим экстерьер и интерьер данного автомобиля как видите двухцветная кожа, двухцветные сочетания, вставки деревянные аудиосистема Hardman Carbon премиум класса, 3 позиции памяти на рулевую колонку, на сиденье водителя электропривод имеют подголовники, белая кожа шикарно смотрится центральный замок, элегантные ручки, мягкий кожный подлокотник, электроорегулируемые зеркала и стекла также блокировка стекла, электропривод складывания имеется электропривод для крышки багажника, черный потолок, алюминиевые накладки на порогу с надписью Mercedes-Benz помощь на дорогах, QR-код автомобиля, поясничный подпор по четырем направлениям педальный узел с подсветкой, электронный стояночный тормоз, электропривод рулевой полонки также имеется подогрев руля, трехспицы, кожаный мультируль, перфорированные вставки замечательно просто здесь стоим доводчик дверей, также система доступа без ключа потрясающий интерьер Mercedes-Benz GLE Coupé сейчас я предлагаю включить сжигание как видите, отображается запас хода, индикация икру, цифровые часы, температура за батон, цифровой спидометр основные настройки, аудио, вспомогательная система как видите уровень внимания, можно настроить дополнительную чувствительность непосредственно касаемо данной системы система от Blue ее вы непосредственно добавляете для того, чтобы снизить уровень CO2 в выхлопе комфорт, облегчение посадки, автоматическое складывание зеркал и так далее очень много дополнительных электронных систем, которые работают непосредственно на безопасность здесь вы получаете непосредственно пакет системы, либо же докупаете как опции при том, некоторые системы стоят очень дорого здесь у нас подогрев и вентиляция имеется дополнительный прогрев, как видите это дизель отключение системы динамической стабилизации отключение системы авто старт-стоп управление климатической системой вещевой бокс подогрев, соответственно, для подстаканников и охлаждения индивидуальный режим режим спорт комфортный режим и зимний режим то есть скользко обозначение у нас идет можно сконфигурировать двигатель настройки двигателя настройки рулевого управления и настройки подвески мультимедийная система Command очень легкая в использовании установки автомобиля для примера у BMW это iDrive и у Audi это MMI в виде комфортная подсветка можно выбрать цвет по настроению к сожалению палитра не такая широкая как допустим на 222 S-классе но все равно очень приятно система Dynamic Select также настройки для рулевого управления для непосредственно двигателя расход топлива сейчас, к сожалению, он недоступен руководство по эксплуатации занимает около, наверное, 5 секунд чтобы оно подгрузилось нажимаете на кнопку далее и выходят основные параметры как видите инновации безопасность спортивность даже есть под меню совсем нужно детально ознакомиться избранная помощь установки для языка содержание визуальный поиск салон автомобиля здесь даже ребенок разберется я считаю довольно простое интуитивно понятное меню кстати экран не тачскрин потому что немцы не любят тачскрин девайсы привыкли к кнопкам по старинке используют надежные кнопки наружное освещение багажное отделение заправка топлива в общем все со всем можно детально ознакомиться вот такое меню поиск по ключевому слову руководство эксплуатации затем это настройки для времени давайте сейчас посмотрим настройки для радио это основное меню опции память вот частоты и так далее диапазон регулировок информация сейчас нет информации настройки для мультимедиа настройки также для звука отображаются установки для системы здесь я думаю все понятно установки для времени и отключение для дисплея система сейчас отключается чтобы она не отключалась соответственно необходимо завести двигатель или как в моем случае еще раз выключить зажигание и включить его чтобы продемонстрировать функционал в принципе я считаю что на данный момент система команд является высокотехнологичной это лидер в своем сегменте как видите центральная консоль торпеда все затянуто в мягкую кожу здесь у нас два входа USB соединяется флешку любой гаджет телефон mp3 player управление у нас системой команд такой небольшой кругляш салонное зеркало заднего вида с автозатемнением очень яркая подсветка отключение сигнализации если допустим автомобиль буксирует микрофоны для hands-free датчики объема контейнер для очков она бит тканью макияжные зеркала безусловно с подсветкой система SOS помощь на дорогах связь непосредственно с оператором контурная подсветка шикарно смотрится особенно ночью в этом автомобиле стоим 9 диапазонный автомат существенно помогает экономить вам топливо и переключение передач практически незаметно массивные двери что касается пространства лично для меня в ногах в плечах достаточно но над головой даже если отрегулировать сидение иногда конечно не хватает воздуха и второй ряд сидений лично для меня теснова откидной центральный подлокотник два подстаканника предусмотрена система ISOFIX запираться легко здесь у нас подогрев сидений управление климатической системой для второго ряда вещевой бокс и розетка на 12 вольт а также дефлекторы обдува великолепный интерьер Mercedes-Benz GLE если смотреть в профиль довольно массивные сидения здесь у нас крючки для одежды вещевые сетки за счет покатой линии крыши для меня второй ряд сидений тесновато если я свой рост отрегулирую сидение водителя тогда еще хоть как-то мне можно разместить в этом автомобиле электропривод для крышки бокажника розетка подсветка предусмотрена вещевой бокс и вот здесь у нас находится запасное колесо в виде докатки знаковаренной остановки вещевая сетка вообще претензий к качеству отделочных материалов к качеству сборки нет премиум сегмент здесь все очень хорошо детально продумано светодиодные фары светодиодные фонари двойные выхлопные патрубки задние датчики парковки предусмотрена светодиодная подсветка номерных знаков и безусловно камера и камера заднего вида она то есть активируется по необходимости патрубки потрясающие диски видите амг плечок бензобака датчик давления в шинах здесь у нас система то есть система которая помогает вам определить какое давление в шинах у нас и система отблю массивные двери хромированные ручки приятно закрывать их да кстати к сожалению в некоторых местах качество пластика оставляет желать лучшего сборка данного автомобиля производилась в штатах подсветка для ног вещевой бокс и соответственно предупреждение также три позиции памяти для пассажира бардачок принудительно можно закрыть на ключе он очень вместительный бархатом и там имеется подсветка также он с охлаждением днище все аккуратно прикрыто как видите великолепный автомобиль на этом обзор Mercedes PENSE GLE 350D Firmatic купе 2016 года выпуска завершён я надеюсь вам понравилось всем удачи берегите себя всем хорошего настроения и до встречи в следующий раз до еще забыл упомянуть техническая составляющая данного автомобиля двигатель объем 3 литра дизельный с турбоном дубом трансмиссия 9 диапазонная марка кузова C292 от 0 до 100 км в час автомобиль разгоняется за 7 секунд и максимальная скорость 225 км в час она ограничена электроникой длина данного автомобиля 4900 мм ширина 2003 мм и высота 1700 мм колесная база 2915 мм объем топливного бака составляет 93 литра багажник 650 литров если сложить спинки задних сидений то он увеличивается и будет составлять 1720 литров мощность двигателя составляет 249 л.с. обозначение OM 642 LS DE30 LA крутящий момент 620 Нм это V-образная шестерка 24 клапанный двигатель очень тяговитый сверхнадежный соответствие экологическим требованиям евро 6 расход топлива в городе это 8 литров на 100 км пути и в загородном цикле 6 5 что касается подвески здесь она независимая со сдвоенными поперечными рычагами спереди и сзади у нас независимая многорычажка передние тормоза у нас дисковые вентилируемые задние также дисковые вентилируемые